Ребят, всем привет! Писали мне тут некоторые обиженные подписчики по поводу того, что нихера не снимаю, в общем, будем отписываться. Сегодня специально для вас снимаю сейчас расхождение с рыбацкими судами. А почему? Потому что мы идем впервые за мою практику работы в этом районе максимально близко к берегу. Прямо максимально. Сейчас у нас до берега здесь 4 мили. Это нажимается не то. И это у берегов получается Голландии. Здесь у нас идут запретные районы. Но они, конечно же, не всегда запретны, именно когда военные учения идут морские. поэтому момент нужно не проморгать. Тут у нас решили, значит, ехать именно так. Лоцман добро тоже дал. Никаких запретов нет. Все нормально. Чапайте. Но я пришел на ВАФ, тоже мастер спросил, а как слышен. Проблем не будет. Мастер сказал, что все нормально. Не парься. Вот. Единственное, из-за этих 10 миль, которые мы сокращаем, создается лишняя проблема для меня. я в 4 утра сдали Лоцмана и мне получается здесь разруливать. Хотя можно было вот здесь в системе дальше идти, как обычно мы ходили. Все, и пошел, пошел. Я приверженец с того, что все-таки нужно соблюдать правильные направления, которые созданы ведь не просто так. В целях безопасности есть рыбацкие суда, которые занимаются в определенных местах рыбной ловли. Вот. И если на это все время закрывать глаза, то рано или поздно это закончится каким-то столкновением, возможно, да, или там повреждением винта, сети намотать и так далее, так далее. Много чего может произойти. На мельсе есть, что здесь глубина тоже, хоть мы и в балласте, тем не менее. В общем, я всегда за безопасность в первую очередь, потому что думаю о людях, которые находятся на этом судне. О себя не забываю. Ну и самое главное, конечно же, забыл сказать о семье, думаю, да, о своей карьере, которая может просто вот когда-нибудь вот из-за таких моментов завершится. Я во многих видео это повторяю, может, скажет, заколебал, тоже говорить, но это так оно и есть, ребят. Ведь их и так сейчас вот эти все рыболовные суда оставили немножко в стороне, создали вот эти системы разделения. и нужно стараться ходить по ним. Ну, минимизировать, минимизировать свои, так скажем, энергозатраты штурманские, да, сохранить нервы свои лишний раз. Потому что все мы знаем по моим старым видео, которые удалены, было много расхождений, которые заставляли задуматься и совершать там определенный маневр в последний момент, чтобы все это привело к положительному, результату в данном, в данный момент времени. И, конечно, когда есть опыт, все хорошо. У меня его достаточно, слава богу. я уверен, даже в самые критические ситуации я держу себя максимально, максимально собрано. Это самое главное качество штурмана, к которому должно прийти, да, раньше у меня его не было. Сейчас оно намного лучше, конечно же, с годами. Уже лет-то ведь немало прошло. Вообще, сегодня ролик такой, больше поговорить. Сейчас тоже смотрю, уже почти закончил смотреть ролик второй Литвина по поводу, почему он все-таки сжег, да, Мерседес записал как бы видео до того, как он сжег, я сейчас уже выложил после того, как сжег. И тоже мысли меня по поводу этого посещают. Я думаю, наверное, каждый слышал эту историю, да, пролетело не только по России, вообще по всему миру, как он сжег этот свой Мерседес и зачем он это сделал. Сейчас я вам свое мнение скажу. Конечно же, в первую очередь не из-за денег, а из-за подписчиков, в принципе, как он и вещает, да, поэтому, потому что подписчики в любом случае впоследствии принесут намного больше. 30-70 тысяч подписчиков они принесут еще 5-10 раз больше за собой приведут, начнут говорить, рекламировать и, блин, там, буквально еще месяц и человек в десятки раз отобьет этот Мерседес. Ну и кайфануть, конечно, зная личность Литвина, хотя я не фанат его, просто он кайфануть решил от того, что он сделал. Это адреналин, это здорово, я на самом деле уважаю таких людей, которые любят рисковать, рисковать, особенно, когда оправдано. Когда и не оправдано, тоже, в принципе, этих людей уважаю, просто они иногда остаются с голой жопой и впоследствии как бы к ним отношение меняется, у близких, у друзей, и вот. Ну, в любом случае, они остаются выигрыши для самого себя, так как они кайфанули. А это, ребят, много вас стоит. Ведь любая сейчас идея, да, на ютубе, в инстаграме, в тиктоке, которую ты создаешь, она должна быть гениальной, чтобы она выстреливала, да. Конечно, когда есть финансы, есть что показать, намного проще заинтересовать публику, чтобы на этом ты смог заработать впоследствии. Просто, как ты, да, снимаешь какое-то расхождение там, с морскими судами, кому это интересно, большинство даже и не понимает вообще, где я сижу, что я делаю, да и море, вообще тема скучная для большинства. Но я кайфую от того, что я снимаю и вам вещаю. То есть, вы слушаете, хоть не в большом количестве, тем не менее. Сколько лет я уже работаю, ребят, да, снимаю ролики с 2017 года, не улучшаю пока свой контент толком, но тем не менее, я кайфую и полезную информацию вам выдаю, штурманам, да, вот. Те, кто просто подписан на меня из-за каких-то других роликов, сейчас тоже подписываются из ТикТока, вот, немножко реклама идет. То есть, для вас тоже нужно что-то дополнительно говорить, и я буду это делать. И отписываться от меня из-за того, что я не снимаю ролики по расхождениям, больше там, я вообще какую-то полезную информацию там по старфонской деятельности, не нужно, ребят, конечно, от одного человека своей небольшой аудитории в Ютубе ничего не поменяется, кто-таки останется, даже, где-то там сто человек отпишутся, ничего это не решит. Просто вы должны понимать, вот, когда подписываетесь на какого-то блогера, вот, на Литвина, я много-много раз смотрел, вот, посмотрел вот этот ролик, посмотрел вот так уже более подробно, слушался то, что он говорит, что человек именно правду вещает, конечно, он немножко тут мысли у него расходятся, но это понятно, потому что все-таки они снимаются в разные промежутки времени, то есть есть разногласия с тем, что он говорил тогда и там сейчас, допустим, после уже поджога, но все-таки в целом человек несет правду, а это самое главное, когда вас не обманывают, и за это, конечно же, уважать будут намного больше в жизни в любой деятельности, чем вы будете заниматься. Я этот ролик, друзья, записываю так же, мне нужно все-таки наконец-то уже, вот правду говорю, наконец-то уже сделать монетизацию, я удалил порядка 30 видео там с расхождениями там, наверное, штук 20-25 было, потом, короче, а я и не знал, что такое может быть на этой платформе, в итоге все у меня просмотры часов, вот эти за все годы, они у меня просто удалились, вот, вместе с этими видео, и мне сейчас не хватает там всего каких-то 300 часов, чтобы уже сделать монетизацию, чтобы она дальше пошла, вот, поэтому я, наверное, записываю еще для этого вот это длинное видео, чтобы все-таки посмотрят в достаточном количестве людей этот ролик ночной, и я уже наконец-то начну какую-то копейку зарабатывать впоследствии и уже буду думать уже о контенте более качественном. В планах у меня, друзья, следующий ролик качественный сделать, по-новому буду делать обзор на свой Mitsubishi Pajero, все вот досконально, вот, даю слово, сделаю этот ролик максимально качественно, потому что на эту машину я реально хочу снять красиво все, чтобы было интересно посмотреть, во-первых, будет зима, сделать настоящий опро, рассказать все, какие проблемы она мне принесла, и, конечно же, позитивные эмоции. Ну все, друзья, давайте сейчас будем начинать уже подходить к расхождению. Значит, слева у нас сейчас идет буксир, присмотреться бинокль, можно увидеть, что у него три топовых огня, длина буксира по огням самого буксира, видно, что буксир менее 50 метров, длина самого буксира в целом, да, от кормы буксирующего до кормы буксируемого более 200 метров. И мы уже понимаем, что у нас расстояние расхождения должно быть минимум полмили, что мы, в принципе, сейчас соблюдаем, да, у нас почти шесть кабель-то вот. Когда АИСКа старая, да, многие, кстати, тоже АИСКой называют, кто-то не знает ведь еще, автоматик идентификашн систем, это такое, да, оборудование, которое у нас стоит, система, которая распознает каждое судно. И вот у нас она устаревшая уже максимальная, ее надо менять, обновлять, но тем не менее она работает. И вот идешь, идешь, понятно, что ты смотришь в радар, да, обязательно, но раньше появляются суда у тебя чаще всего на, именно, на АИСКе, которая у нас сопряжена вместе с электронными картами, все это ты можешь мониторить. Дреджин оперейшн здесь делал, да, вот торговое судно тут идет, но оно тут курсирует туда-сюда, тоже что-то видно, ждет захода в порт. Все, вижу, рыбацкие суда, дальше, тут какое-то тоже опасное, с опасным грузом судно, вот, и они периодически появляются, появляются и исчезают. И ты просто идешь, смотришь, наблюдаешь за всем этим происходящим, наперед обстановку оцениваешь, когда тебе нужно будет совершить маневр. Самое главное знать, чем судно занимается. Дреджин оперейшн это судно, естественно, у нее, да, какой-то определенный маршрут, по которому она ходит, копает, вот, в любой момент она может развернуться, как это и происходит очень часто. Вот, Дреджин оперейшн шел, 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 повернул, пошел, здесь он сейчас остановился вообще фактически и будет разворачиваться. С рыбацкими судами, естественно, еще похуже, там вообще неадекватные бывают товарищи, звать бесполезно, даже не думайте, полагайте только на свои маневры, именно, да, изменения курса и скорости, как говорят нам правила МБПСС. Для будущих штурманов даю совет, друзья, если вы даже имеете опыт вождения на автомобиле, вы себя чувствуете уверенно, маневры совершаете всегда, да, быстро, реакция у вас хорошая, то на судне вы научитесь ездить так же быстро. Вопрос остается в другом. Надолго ли хватит у вас вот этой ответственности, максимальной сосредоточенности, которая будет всю жизнь с вами, понимаете? Тем более еще мототранспорта вы управляете, где надо каждую секунду, если вы всю жизнь катаетесь на мотоцикле, вы должны каждую секунду, когда вы, даже долей в секунду, да, все же там ситуации очень быстро развиваются, ответственно, понимать, к чему может привести просто промок, да, секундный в своем наблюдении, которое проходит вокруг вас во время движения. В море также здесь может многое вас отвлечь, избаловать, возможно, с годами, да, вы можете где-то вообще стать ленивым, разжиреть, и, конечно же, это все приведет к печальным последствиям, что когда-нибудь злую шутку это сыграет. Нужно тренировать себя не только физически, но и, так скажем, умственно тренировать свою сосредоточенность, вот так, наверное, лучше, да, сказать, постоянную, стопроцентную. Вот мы с ним сейчас разошлись, мы разве что-то сделали, я даже ни на один курс вообще не поменялся, вот у нас, идем мы по курсу, я никуда ничего не изменил, потому что этого делать не нужно сейчас, в данный момент. Следующая ситуация может включить в себя уже, да, быстрое принятие решения, максимально чисто разойтись с судном. И вы должны чувствовать себя так же, как сейчас вот разошлись с этим судном. Вот я вам просто, да, пример привожу, то, что сейчас происходит. Спокойно разговаривать, общаться и принимать решения. Не нужно зацикливаться на одном, да, вы должны быть расслаблены, к тому же еще сосредоточены и расслаблены. Вот, два самых главных качества. И понимать, конечно же, что вы делаете, по правилам все это проводить. Если есть возможность отступить от правил, то обязательно оповестите по возможности другое судно, да, и предложите ему сманеврировать не так, как говорят правила. И, в принципе, вы снимете с себя груз, да, ответственности частично. Вот, ну и он будет на стреме. И ни в коем случае не надо бояться вызвать, да, обычно там даже бывает на повороте в систему выходишь налево, он идет тебя слева обгоняет. То есть, вот вчера буквально стояли, у нас сейчас два капитана на судне временно, один дела передает, другой, это самое, планируется здесь уже впоследствии работать. Вот мы идем, я говорю, ему уже там буквально через полчаса мою вахту, мою вахту, меня, вахту принимать короче 8 часов. Я вызываю сразу же, говорю, давай уже наперед тебе сейчас проблему решим, потому что он реально там до точки поворот 30 минут и у нас расхождение с ним, он обгоняет где-то в 30 минут и он идет слева обгоняет, но это неправильно, потому что я тоже стремлюсь к этому углу, максимально близко к бую и там как бы нельзя за него зайти, за этот буй. Будем там тесниться, тем более штормит еще там 7-8 баллов. Вызываешь, говоришь конкретно, вот предлагаешь ему обгонять справа, потому что это будет все-таки правильно, когда, вот в данной ситуации. И он это понимает, сразу же соглашается и уходит на обгон справа. Ситуация, которая могла бы быть опасной, вы ее максимально минимизируете, практически сводите к нулю. В общем, ребят, сегодня такое видео именно с советами, ну и немножко поговорили про блогерство, про мои планы. Надеюсь, видео вам понравилось. Обязательно ставьте лайк, можете порекомендовать кому-то. Также я в ТикТоке есть, подписывайтесь, оставлю ссылку. Всем спасибо, друзья, кто со мной до сих пор. Я надеюсь, в будущем обязательно вас порадую чем-то новым. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok